Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про пресс для винограда. Поговорим для чего он нужен, когда он нужен, можно ли без него обойтись и о некоторых особенностях использования всего приспособления. Итак, первое. Всегда ли он нужен? На самом деле не всегда. Если мы делаем вино по красному способу, то есть с брожением на мезге, если мезгу, например, мы в дальнейшем используем для приготовления крепких напитков, ну в таком случае нам пресс не нужен. Либо если мы делаем те же вино по красному способу, объемы у нас небольшие, нам этого, в принципе, хватает, то тоже пресс не нужен. Если мы делаем вино по красному способу, ну нам бы хотелось все-таки получить продукта конечного несколько больше, да, в дальнейшем мезга нам ни для чего больше не нужна, в таком случае, да, пресс хорошо, потому что мы эту мезгу можем отпрессовать и больше отделить от нее сока. Если мы делаем вино по белому способу, то есть без забраживания на мезге, то в таком случае пресс просто необходим. И также для плодового миноделия, если мы делаем сидры, яблоки, и хотим делать нормальный, правильный напиток, скажем так, да, то в таком случае пресс тоже иметь очень было бы хорошо. А теперь поговорим немножко об устройстве этих самых прессов. Вот это у нас пресс корзиночный, да, то есть здесь корзинка, я потом все это покажу чуть поближе. Есть еще пресса пакетная, вот для тех же яблок часто используются пресса пакетная. Принцип такой же, как у корзиночного, но корзины нет, а вместо нее закладывается ткань специальная, скажем так, пакетами, ну и прессуется. То есть вот и вся разница, в принципе, некоторые и корзиночные прессы, если корзина такая съемная, то теоретически можно попробовать приспособить. Дальше смотрите, у нас пресс вообще мы делали сами, и я оставлю ссылку на видео, как мы его делали. У нас пресс гидравлический. Вот, покажу поближе, как все это работает. Посмотрите, здесь у нас гидравлический насос на 10 тонн, и цилиндр тоже на 10 тонн. И смотрите, приводится это в действие простейшими движениями. Раз, 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 все, поршень пошел вниз. То есть для моих женских рук это очень легко, на самом деле, даже потом, когда надо поджать. Ну и чем еще хорошо? Смотрите, я опущу специально чуть побольше, да, чтобы показать. Потом здесь открутила. И поршень сам поднимается вверх. То есть тоже не надо ничего, не закручивать, не выкручивать. Минимальные действия руками. Ну, бывают еще и прессы винтовые, когда вот этот поршень опускается за счет движения винта. Его надо закручивать руками. И даже конкретно вот этот пресс, вот этот вариант с этой корзиной практически в таком же исполнении первоначально был именно винтовой. Ну, а честно вам скажу, даже мужскими руками закрутить его нормально, чтобы что-то отжать, достаточно сложно. Про свои женские я вообще молчу. То есть, ну, это все испробовано. Во-первых, это долго надо крутить туда, потом откручивать обратно. Ну, и это достаточно тяжело, если мы хотим более-менее нормально отжать. При том, обратите внимание, корзина небольшая. Если корзина чуть побольше, да, еще повыше, вы хотите нормальную загрузку сделать, то, ну, винтовой пресс это, не знаю, наше мнение, что, ну, абсолютно бесполезная вещь. То есть, мы попробовали, нам не понравилось абсолютно, особенно с учетом того, что достаточно часто эту вещь использую я со слабыми женскими руками. Хотя, повторюсь, даже с мужскими, винтовой, ну, сложно им пользоваться. Корзина, да, она может быть деревянная, как правило, используется. Дуб, ну, у нас это дуб. Может быть из нержавеющей стали с отверстиями. Мы, кстати, первоначальный вариант, было немножко больше расстояния между планками, сейчас сделали поменьше. Но, смотрите, какой бы тип корзины вы не использовали, желательно при прессовании еще использовать специальные ткани. Объясняю почему. Даже если вы прессуете такую же мезгу, побродившую, все равно через эти даже, казалось бы, небольшие отверстия периодически что-то пролазит. Особенно если мы прессуем быстро. Поэтому, ну, лучше что-то использовать еще, потому что сюда что-то будет, да, вылазить. И это проверено уже, скажем так, много раз. Даже бывает ткань, если мы несколько раз используем, со временем она рвется, и в сусло попадает мякоть. Даже несмотря вот на такие маленькие отверстия. В продаже есть специальные фильтровальные ткани. Ну, вот так приблизительно это выглядит. Мы ее уже использовали. И первоначально мы вообще, когда делали пресс, я пыталась шить какие-то мешочки. Нет, смысла в этом нету. Просто вот отрезается квадрат. Он очень удобно запаковывается в эту корзину. И все прекрасно работает. И то, что я вам упомянула, пакетные пресса. То есть там берется примерно вот такая же ткань. Определенным образом закладываются такие пакетики. Между собой они прокладываются досками, они сверху прессуются. Вот такой принцип. При этом, смотрите, ткань, ну, во-первых, она не позволяет вот этому вот жмаху где-то попасть в сусло. Ну, кроме того, обладает дополнительной фильтрующей способностью. То есть то, что вы отжали, будет несколько лучшего качества, чем если бы вы пытались присылать вот через корзину. Ну, а смотрите, какой важный момент. Значит, если мы делаем вино, например, по-белому, да, без брожения на мезге. Если мы ягоду подробили, а потом пытаемся прессовать, то прессуется она крайне плохо. Потому что слизистые вещества, которые находятся в виноградной ягоде, они вот все вот это вот очень сильно забивают. Неважно, вы используете вот ткань, либо вы используете корзину, да, и там отверстие побольше, все равно это все забивается и прессуется очень плохо и очень медленно. Потом вот эти ткани очистить, ну, очень сложно. Очень. Потому что все вот это вот сюда забивается, забивается, забивается. Ну, тут вот видно, это мы яблоки прессовали, да, но она практически чистенькая, тут мелочи. А так этого будет много-много. И в таком случае, если вы все-таки считаете, что вот первое, вам нужно вино по-белому, да, обязательно надо какое-то время настоять на шкурках. В таком случае, хотя я противник каких-то добавок в вино, но все же есть случаи, когда это необходимо. Так вот, мое мнение, хотя я не пробовала, но уверена, что это будет работать нормально, нужно использовать ферменты. Тогда будет хорошо прессоваться. Либо второй вариант, это прессовать виноград целыми гроздями. Вот если вы ягоду просто оторвете от гребня и положите в пресс, она будет отвратительно давиться, даже мощными прессами. Повторюсь, вот этот пресс, на 10 тонн. При такой небольшой корзине это очень хорошая нагрузка на самом деле. Но даже вот таким прессом, если мы туда насыпем целую ягоду, давиться она будет отвратительно. Очень долго, и не факт, что мы подаем вообще полностью все. Если мы кладем виноград туда целыми гребнями, точнее целыми гроздями, то прессоваться это будет гораздо лучше. Гребни в данном случае у нас сыграют роль сита. И сок будет лучше отделяться, он будет лучше стекать, меньше муть и меньше всего. Вообще, такой способ используют для приготовления шампанских вин по классической технологии. И считается, что это вообще самое бережное, самое супер-пупер извлечение сока из ягоды. То есть это удобно, это практично, и это опробовано мной лично опыте. Что я пробовала целую ягоду давить, ну даже не пытайтесь, это все ерунда. Оставьте ее на гребне, и тогда подавите. Это будет гораздо более эффективно. Но если вы ягоду решили раздробить, то напомню, что лучше все-таки использовать ферменты, потому что такая ягода прессуется отвратительно. А еще часто можно услышать такое мнение, вот когда мы что-то прессуем, что надо ставить что-то вокруг. То есть если мы прессуем на улице, конечно, не страшно, да, здесь мы можем брызгать, мусорить, но если где-то в помещении, что от прессы летят брызги. Да, это действительно может быть так, но здесь очень все зависит от скорости прессывания. Если вы пытаетесь прессовать быстро, да, у вас будут действительно лететь эти брызги. Если вы прессуете медленно, никаких брызгов у вас лететь никуда не будет. То есть не надо спешить, здесь надо все делать постепенно. Конечно, наверняка вы слышали, что самое лучшее сусло самотек, но для сусла самотека, во-первых, нам не нужен пресс. Вот там, вот, самый лучший самотек. И что здесь важно? Важно не спешить. Я показала уже, у меня очень хорошая нагрузка на прессе. Вот смотрите, уже у нас ничего не течет вроде бы. Хотя, на самом деле, там еще можно отжимать и отжимать. Когда рычаг вроде бы уже все до упора, дальше он не нажимается, у меня не хватает сил, не надо пресс сразу открывать. Дайте время, потому что там идет отжим, и уровень жидкости будет увеличиваться. Но даже если прислушаться, иногда слышен звук, как пробивается сок. И вообще наша задача прессовать медленно. Ну, конечно, относительно медленно. То есть не надо сразу по полной душить, 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 потому что если я сразу буду душить много, то либо эта ткань порвется, либо она там где-то, она не мешочком, а просто корзину устилаю. Где-то она разойдется, и она начнет переть ягода через щелочки. Вот, видно, уровень жидкости стал подниматься. Единственное, он плоховато стекает. Но это немножко нарушение конструкции, поскольку это, ну, как бы такое самодельное. Из нержавейки чуть-чуть надо было вот этот вот край, сток делать ниже. А так вот там жидкость застаивается, плюс сварной шов тоже немножечко это дает. Но не страшно. Я наклоняю, и оно стекает. Ну, видите, да? То есть уровень жидкости он прибавился. И когда он прибавляется, уже и здесь чувствуется, что можно поджать. До какой степени все это делать? Ну, конечно, не рекомендуют отжимать на сухую всю. С другой стороны, мы в нашем домашнем виноделии все равно ограничены объемами. Нет у нас ни тонны, ни двух, ни трех. По крайней мере, у меня. У меня выходит пока что, наверное, ну, килограмм восемьдесят со всего виноградника. Поэтому я не могу себе позволить сильно разбрасываться материалом. То есть, конечно, ну, не до фанатизма, но все-таки более-менее отжать надо. Единственное, что когда мы прессуем виноград целыми гроздями, надо будет один-два раза открыть, немножко помешать, все это, ну, еще раз прессануть. И тогда все вполне себе неплохо отпрессовывается. Ну, конечно, напомню про использование тканей. Во-первых, это очень удобно, особенно если у нас несколько загрузок. Если, конечно, загрузка пресса у вас одна, у вас какой-то пресс большой, да, тогда, может быть, можно обойтись и без ткани. Но если несколько раз надо, то ткань это очень удобно. К тому же, можно, например, иметь несколько отрезов, да, и тогда будет быстрее. То есть вам не надо будет после очередной загрузки, если вот эта вот ткань забивается, да, не надо будет тратить время на ее очистку, очистим потом. Просто взяли, поменяли новенькую, чистенькую, отпрессовали, но потом уже будем все мыть. То есть это значительно ускоряет процесс. И в завершении нашего разговора хочу напомнить, что пресс нам нужен не всегда. Да, мы можем, если мы делаем вино по красному способу, без него вполне обойтись. Да, у нас могут быть определенные потери в соке, но что поделать. И даже белую ягоду мы тоже можем готовить по красной технологии. Это вполне возможно, особенно в домашней виноделии. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!